Приветствую вас. Ну, вы знаете, читая ваш вопрос, я, конечно, понимаю, что есть такие некоторые рамки, ограничения, которые вы накладываете на нас, психологов, когда говорите, например, о том, что вы не можете изменить того, что отец с вами груб, ну, то есть ваш муж с вами груб, и так далее, да, вы говорите, как бы, ну, вот что поделать, я смиряюсь с этой ситуацией, я не могу это изменить, вот, и, в общем-то, по сути, вы сдаетесь, вы прогибаетесь под грубостью, и прогибаясь под грубостью, вы показываете тем самым своему ребенку, что так можно делать, то есть можно грубить такой, можно вести себя как угодно, плохо, вот, и ничего за этим не будет, а наоборот будет только примирение, смирение с этим, ну, может быть, принятие, оправдание такого, такого рода поведения, да, и ребенок, он просто-напросто видит, что, ну, а зачем, зачем он, зачем на себя одерживать, если папа, если папа, тот, кто близит всех из мужчин, да, мужской образ поведения, анимус, ведет себя так, и ему ничего за это нет, почему я не могу себя вести так же, это первое. Второе. Если у вас с мужем есть недопонимание друг с другом, как вы говорите, то в этой ситуации, в этом, именно вот в этом конкретном, в этой конкретной ситуации, я могу сказать, что ребенок, он как бы, он как бы зеркалит, но не отношение своего отца, а он зеркалит ваши отношения между вами, то есть, если между вами есть проблемы какие-то, он это зеркалит, и он это, как бы, пытается компенсировать, компенсировать, он это пытается компенсировать, чем, ну, понятно, он пытается это компенсировать, в первую очередь, именно, вот, ааа, значит, свои поведения, то есть, более активно, агрессивно, чтобы не думать, чтобы не задумываться о том, почему, там, мои родители ссорятся, почему между моими родителями напряжение, и так далее, и так далее, ибо, ибо ребенок, любой ребенок, он ведь думает об этом напряжении всегда, ну, или почти всегда в своем контексте, то есть, это контекст именно его, кто-то думает, что это я виноват, в том, что мои родители ссорятся, да, они виноваты, не они виноваты, а я виноват, это из-за меня, они вот так вот ведут себя, это из-за меня у них проблемы, это из-за меня, там, мама недовольна папой, а папа, там, маме грубит, например, да, и так далее, это происходит из-за меня, и чтобы от этого отойти, чтобы об этом вот, ну, не думать, чтобы, чтобы как-то вот компенсировать вот эту вот неприятную ситуацию, ребенок ведет себя подобным опытом, именно, именно вот, ну, вот именно так он себя ведет, именно по этому, то есть, это та самая причина, по которой он ведет себя вот так, и понятно, что его мозг можно воспитать, но для этого, для начала, нужно, чтобы была стабильная атмосфера в семье, поэтому нужно, чтобы была стабильная атмосфера, чтобы была стабильная обстановка, чтобы между вами обоими все было хорошо, чтобы, чтобы была стабильность, чтобы было спокойствие, потому что, как правило, если у родителей есть проблемы, то, как правило, это, вот, как правило, всегда так, дети ведут себя агрессивно, потому что они чувствуют нервное напряжение, они к нервному напряжению не готовы, они пытаются его снять и снимают его единственным доступным для себя способом. Ну, и, конечно, вот я полагаю, что, ну, совершенно очевидно, да, что, как бы, ну, ребенок, он копирует поведение, открываться неосторожно, да, то есть, это объективно, то есть, вот, бывает, когда поведение реактивное, да, то есть, человек, как бы, как бы, напротив, да, по-другому, ну, ведет себя реактивное поведение, а добавить, когда поведение вот такое, то есть, копирующее, и он, ваш ребенок, он копирует, он копирует, что у вас это неосторожно, вот. И он уже сейчас говорит, как отец, да, то есть, вот такой вот я неадекватный, то есть, ну, вот такой вот я, примите меня, что я могу, там, с тобой поделать, да, то есть, вместо того, чтобы меняться, он просто-напросто требует, чтобы приняли его. Ну, это вот, опять же, скорее всего, позиция, позиция вашего мужа, опять же, как мне кажется. И в этой ситуации, в этой ситуации, особенно символично звучат ваши слова о том, что, ну, вот, что я не могу изменить того факта, что он бывает грубым со мной, и у нас с ним недопонимание. Вот, на мой взгляд, это прямо очень химонически звучит, потому что, во-первых, вы можете изменить это, вы можете и, по-хорошему, должны это изменить, это во-первых. А, во-вторых, именно это и только это может помочь вам решить проблему своего ребенка. Потому что, если вы собираетесь все оставлять вот так, как есть, то так ребенка можно поменять. Что бы вы ему ни говорили, как бы вы с ним себя не вели, как бы вы ему ни угрожали, ситуация есть, ну, я имею в виду, ситуация негативная для него есть, есть. Поведение отца как образ есть, есть. Ваши конфликты между друг другом есть, и влияние этого на него есть, есть. И что указывает на то, что может измениться, может поменять, можно его поменять? Ничего. Негативное напряжение будет подпитывать его вспыльчивость и стремление не находиться наедине с собой, потому что наедине с собой мысли его пугают. Поэтому я рекомендую вам, во-первых, отказываться от этой позиции, что я ничего не могу изменить, потому что и ребенок ваш тоже думает, что он ничего не может изменить. Понимаете, вы хотите, чтобы менялся он, но при этом сами вы ничего не меняете. Сами вы говорите, что я не могу ничего изменить, но при этом хотите, чтобы поменялся он. То есть получается вот такой подход двойных стандартов получается. Если вы считаете, что ребенок должен измениться и поменять себя, то покажите ему своим примером. Покажите ему, что можно изменить ситуацию, можно изменить себя, можно выйти из зоны комфорта. Вот только так, а как иначе. По-другому не получится, я думаю. Есть, конечно, вариант, что в подростковом возрасте он будет там с правильной компанией, и она поможет ему выйти на какой-то качественный иной уровень. Но вероятность этого довольно мала, и я бы не стал на нее как-то рассчитывать. И поэтому отсюда мы с вами, я надеюсь, выделим несколько важных моментов. Первое – это то, что ребенок – это отражение ваших отношений в семье. Это первое. Ребенок – это копия, копия – это копирование поведения и модели образа отца и вас. И от того, как вы ведете себя, от того, как ведете себя, от тем зависит поведение ребенка. То есть воспитание, вот эти вот всякие-то объяснения – это все имеет вторичное значение. Первичное – это подражание. Дети до трех лет, до четырех лет, там что-то, ну, есть мнение, что до пяти лет, я считаю, что до пяти лет, значит, именно подражание своим родителям копирует их модель поведения. И если вы хотите что-то сделать, то увидите, чтобы ребенок перестал копировать поведение вас. Вас как партнера, отца как идентификации. Ведь он не может не идентифицировать себя отца. А партнера, своего партнера, да, то есть вас идентифицировать, как некое, такое вот, ну, пассивное начало. Кроме того, не стоит забывать, что он может быть с отцом и соревнуется. То есть он соревнуется и пытается, как бы, показать ему, что он не худе, что он может так же. И если вы с ним все равно, то и вы его любить будете больше, если он будет такой же агрессивный. Ведь пап, который вы любите. объяснить ребенку, что вы, там, с его отцом из-за каких-то обстоятельств вы не сможете, как бы, силу возраста ребенка. Поэтому я думаю, что вот да. То есть если вы не хотите изменить свою семейную ситуацию, то вряд ли изменится ситуация. Примерно, комбинистная, что вы можете сделать, это перестать оперировать такими моментами, как ну вот вы манипулируете им, да, то есть говорите, что вот какого дня рождения, там и прочее, прочее. То есть ребенок понимает, что материально что-то есть. То есть если он будет вести себя как-то, то он может что-то получить. Это в данном случае еще хуже, потому что он будет тогда, он будет просто знать о том, что он может вести себя как угодно, если вот ему скажут, что вот не надо бы так, да, что плохо будет себе, ну, можно там какое-то время там развести себя нормально, а потом опять, то есть получается, что это такое очень агрессивное поведение, агрессивное, и потом соответственно появится потребность залечивания, замаливания того, что он взял. Но это у него будет папа. То есть вы можете оперировать своим отношением к нему, то есть говорить, что вот мне не нравится, например, как ты себя ведешь, я там ничего тебя не лишаю, не угрожаю, но прости, мне неприятно. И там проявите холодность, проявите какую-то, значит, настойчивость в своем поведении, чтобы ребенка вывезти из зоны комфорта его. А может быть что-то поменять, ну, вы можете с ним так же договариваться, то есть как-то постараться договориться, то есть хочешь что-то, ну, давай-ка попробуй сделать какие-то вещи, ну, то есть ты там например, хорошо учишься, а я там тебе что-то даю. Можно попробовать договориться. так, вот. В принципе, это вот единственное, что вы можете сделать, либо так, либо так. Еще, конечно, можно апеллировать тем, что ребенок хочет, что ему нравится, да, то есть вот на такие внимания не обращать, на такие вот аспекты не обращать внимания, да, на то, что он кричит, агрессирует и прочее, вот, а именно стараться обратить его внимание на то, что ему нравится, чтобы он делал то, что ему нравится. Прямо, что ваш отец друг, потому, что у него есть с этим проблема. У него проблема в тем, чтобы получить то, что ему как-то вот, ну, по душе, у него проблема с тем, чтобы получать удовольствие. И если вы будете ему, своему ребенку помогать удовольствие получать, я отворяю, что будет все лучше. То есть, по крайней мере, у ребенка не будет повода агрессировать, у него будет меньше этих поводов. Вот, надеюсь, что мою мысль вот в этом вы увидели и постарались понять. Потому, что это объективно, это очень важно, да, то есть, чтобы вы поняли, что не меняя ситуации, не меняя условий, в которых вы живете и в которые вы себя поместили, нельзя надеяться, нельзя рассчитывать на то, что ребенок поменяется. Потому, что первичные причины такого поведения ребенка не устранены. А вот, если вы считаете, что вы ничего не можете изменить, это иллюзия, изменить можно, но для этого придется выйти из своей зоны комфорта. А это уже работа с вами, почему вы боитесь выходить из зоны комфорта, почему вы не хотите, почему вы говорите детское слово «не могу». То есть, вот у вас есть перед глазами ребенок, который говорит «не хочу». Он говорит правду. Он говорит «не хочу». Потому, что он искренен. Но, если наиногда, вы знаете, он говорит «я не могу», хотя в действительности он не хочет. Вот взрослые человек говорит то же самое, говорит «не могу». Но это детская позиция. Действительно, что вы либо не хотите, либо вы просто-напросто не видите выхода. Либо вас все устраивает в глубине души. Нужно честно ответить себе на этот вопрос сперва, как вы относитесь к ситуации, которая сложилась у вас с вашим мужем. И что вы можете реально сделать для того, чтобы ее изменить. Ну, а дальше уже решать в зависимости от ответа на этот вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то неясное в моем ответе, пишите в личку. Буду нам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.